ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! И сегодня я вам покажу, на мой взгляд, 5 лучших секретных концовок в играх. Заранее вас предупреждаю, в этом видео будет довольно много спойлеров, так что если вы собирались пройти какую-то из представленных далее игр, то лучше воздержитесь от просмотра. Для всех же остальных я скажу, поехали! Crysis Warhead И начну я с концовки, которая напрочь убивает всю серьезность сюжета игры. Для ее открытия вы должны найти 7 лягушек, которые разбросаны по локациям. По одной лягушке на одну локацию, если быть точнее. И почему я решил рассказать сначала об этой концовке. Дело в том, что при сборе всех лягушек кардинально концовка не поменяется. Но в ней изменится одна деталь, которая напрочь убьет всю серьезность Crysis. Итак, на протяжении всего сюжета вы преследовали какой-то странный контейнер, в котором находится нечто секретное, что очень сильно хотят заполучить корейцы. И все это очень пафосно, с драмой и на серьезных щах. И в итоге вместо финальной катсцены вам показывают огромную нано-легушку. Конечно, эта концовка была бы просто шедевральной, если бы не смена модели всего лишь на пару секунд катсцены. Через некоторое время лягушка снова станет контейнером. Но эта секретная в каком-то роде концовка все равно сильно доставляет. Для завершения The Following секретной концовкой вам даже не обязательно проходить сюжетную линию. Придя в пригород Харана, можете сразу искать три вещи, которые спрятаны по всей локации. Первая – это ключ от армейского транспорта. Лежит он в ящике на складском зернохранилище. Вторая – армейская карта активации, которая лежит под трупом на дне плотины. И последняя – это коды запуска. Они лежат в ящике под водой недалеко от армейского аванпоста. И вот мы нашли все три детали пазла. Теперь приходим к мобильному армейскому штабу. Он стоит на мосту ближе к северу локации, где применяем наши найденные вещи. Открываем ключ карты и дверь. Запускаем терминал с помощью карты активации. И вводим коды запуска для активации боеголовки. Взрыв. Титры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фар Край 4 В четвертой части Фар Край дела обстоят куда лучше. Для активации концовки напрягаться вообще не надо. В самом начале игры Пейган Мин приведет вас в крепость своего друга. После разговора он встанет и попросит вас его подождать немного и куда-то уйдет. Все, что нам остается, это сделать так, как он сказал. Просто стоять и ждать его возвращения. Где-то через 13 минут ожидания Пейган и вправду вернется. И отведет вас к семейному храму, куда вы поставите прах своей матери. Собственно, с этой целью главный герой игры Аджай Гейл и приехал в Керат. Выходим из храма, опять немного болтаем с Пейганом и идут титры. Ну, вот. Что, полегчало? Попустился? Супер. Может, теперь мы наконец доберемся до чертовых пушек? САЙЛЕНТ ХИЛ 2 Если вы знаете сюжет второй части Сайланд Хилла и понимаете всю трагичность и внутреннюю боль Джеймса, главного героя игры, то от такого конца вам точно будет не по себе. Джеймс Андерленд приехал в Сайланд Хилл, чтобы отыскать свою умерщую три года назад жену. Он получил письмо, в котором Мэри написала, что ждет его в их особенном месте. Приехав в Сайланд Хилл, он не смог ее найти, а сам город полностью кишит различными тварями. И теперь о самой концовке. В Сайланд Хилл 2 есть секретная концовка с собачкой, для которой вы должны пройти игру три раза на разные концовки. Теперь, начав игру заново, вы сможете отыскать собачий ключ в будке рядом с гостиницей Джек Сын. Теперь идем в отель Лейк Вью, где с помощью этого ключа открываем комнату наблюдения. Я не буду это комментировать, просто смотрите. Субтитры делал DimaTorzok Край Офер По сюжету, у главного героя игры Саймона сбивает автомобиль, после чего он приходит в себя и пытается добраться до своего дома, попутно пробиваясь через полчища страшных монстров. И за все время игры нам так и не покажут, а кто же сбил Саймона. Об этом нам и расскажут в секретной концовке. Пройдя игру с хорошим финалом, вновь начинайте прохождение. И в самом начале игры, когда Саймон начнется, идите в туннель и откройте дверь слева. Зайдя внутрь, мы найдем посылку, адресованную Саймону. Берем ее и идем до колледжа, рядом с которым будет стоять желтый почтовый ящик. Закидываем конверт и все. Спокойно проходим игру до конца. В конце на полу дома Саймона будет лежать этот конверт, внутри котором таблетки. Саймон глотает их и оказывается в мире Afraid of Monsters, предыдущего проекта разработчиков Краю Фир, где вы сможете отыскать еще и секретное оружие, топор из той же игры. Довольно мощный, кстати. Пройдя все испытания, вы выйдете в темный коридор, где будет свет в конце тоннеля. На самом же деле это просто свет автомобильных фар. В итоге нам показывают катсцену, в которой мы узнаем, кто же сбил Саймона. Это был Дэвид, главный герой игры Afraid of Monsters. Конечно же, эта концовка шуточная, не стоит воспринимать ее всерьез. Эти два проекта никак не связаны, о чем рассказали сами разработчики. И на этом все. Огромнейшее спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк и написать, какая по-вашему концовка была самой лучшей. Ну и конечно же, подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Всем удачи, ребята. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok